Всем доброе утро! Ты что? Хотел заскочить в кадр, а ты? Мы выспались. Такая чудная погодка, хороший денёк. Вот. Будем сейчас завтракать. Вот. Как будем завтракать? Погрели Саши тефтельки. Тефтельки. Вчера он тут и ковырял, ковырял внутрь. Себе вот сделала авокадо с бальзамическим соусом, морской солью и чёрным перцем. И себе также ещё помою помидорки черри. Авокадо. И это будут бутерброды с вот этим хлебушком моим любимым. Так что сейчас подогрею хлебушек, подогрею тефтельки Саши. И у Саши ещё будет, кстати говоря, салат. Не знаю, достану я его сейчас одной рукой. Смотрите, сколько у нас фурмы и авокадо. Вообще классно. Да. Саше сейчас ещё салатик положу. Ещё тут остался. Вот. Вообще сегодня планирую что-то сделать с ботвой, потому что забит холодильник. А с брокколи тоже нашла вкусный рецепт. Вообще сегодня, наверное, пирог с ботвой будет. С ботвой и рисом. Саша будет вообще в ресторге. Я знаю, он такое любит. Так что готовлю завтрак быстренько. Ну что, приготовим вместе с вами пирог с ботвой. Ботву я хорошенько промыла. Как резать? Уже дело, как сказать, хозяйское. Но я буду резать помельче, чтобы вот этот ствол хорошо приготовился. Если вы не пробовали пирог с ботвой, обязательно попробуйте. Это очень и очень вкусно. А где взять ботву? Да на любом рынке. На любом рынке, где продаётся зелень, ботва, по идее, продаётся. Хотела вам пояснить, что вот листики, я их отдельно откладываю. Я их ещё не режу. Сюда я порезала пока. Только вот эту твёрдую часть. Я буду тушить её до такого состояния, чтобы она чуть-чуть приготовилась. И потом только я буду добавлять оставшуюся и уже потушу совсем чуть-чуть. И когда приготовятся вот те корешки, засыплю вершки. Смотрите, даже видно, как она стала более такая... Более тусклого цвета, то есть она приготовилась. Теперь я это всё хочу посолить морской солью. Если в чайных ложках, то это будет где-то полтора чайной ложки соли. Также я сейчас добавлю персик. Напомню, что это количество соли и перца. Это не на то, что у меня сейчас здесь, а на всю ботву. Ну, чёрного перца можно, так знаете, не жалеть. Там я положу смесь перцев. Мне нравится нанам. Там кориандр и всё, всякое такое. Теперь можно добавлять сами листья. И всё хорошенько перемешаем. Всё, я засыпала. И тут полным-полна моя коробка. Накрою на минут пять. И жду, пока потушится. Потом уже буду добавлять рис. Прошло четыре минутки. И посмотрите, как убавилось. Ой! Ещё чуть-чуть тушим. Там внизу, видите, прямо сейчас водичка. Ждём, пока чуть-чуть выпарится. Водичка, но наша зелень уже практически готова. Так что ждём ещё несколько минут. Потом добавляем рис, перемешиваем. Доводим до горячего состояния, чтобы всё это подогрелось вместе. И можно выключать и охлаждать начинку. Я засыпала рис. Это у меня где-то 150 грамм готового. У меня он был. Можно либо сварить специально, либо добавить вместо него сыр. Ну что, готовим тесто. Для теста вообще нам понадобятся элементарные ингредиенты. Обычное рафинированное масло, сахар, сода, соль, газировка и цельнозерновая мука. У меня, но вы можете взять и белую. 500 грамм муки я насыпала. Теперь сюда добавляем чайную ложку соли. Чайную ложку без горки соды. И нужно добавить сахар. Если любите, чтобы тесто пирога было сладкое, добавьте 4 столовых ложки сахара. А если не любите, то 1 столовой ложки сахара будет достаточно. Все ингредиенты надо тщательно перемешать, потому что у нас здесь сода. Хорошо мешаем. И теперь приступим к приготовлению второй части пирога. Нам нужно 250 грамм газировки. И 100 грамм обычного рафинированного масла. Чуть-чуть перемешаем, чтобы не убирать газики. Смешиваем с мукой. Я залила жидкость. И посмотрите, как она сразу начала пениться. Потому как там добавлена сода. И с газировкой они вступают в реакцию. И за счет этого тесто такое воздушное. Надо его быстро-быстро перемешать теперь. Все, я замесила тесто. Замесила я его ручками. Теперь его нужно накрыть пленкой или тарелочкой. Я накрою тарелочкой. И дать ему протаять где-то 30-40 минут. Посмотрите, какое стало тесто. Оно прям разошлось, видите. Оно такое пышное. Вот эти белые гатушки, это сода. Значит, что она уже поднялась. Видите, так просто оно пузыриками выходит наружу. Тесто получилось в объеме полтора раза, наверное, больше. Начинка тоже остыла. Так что теперь разделяем тесто на две части. И где-то вот так я буду разделять. То есть, одна половина будет больше другой. Поскольку нижний слой будет чуть больше. А верхний уже чуть меньше. Потому что нижний слой будет с бортиками. А верхний просто для защипывания уже пирога. Я уложила первый слой теста. Я его раскатала скалочкой. Сюда уложила и уже сформировала. Видите, прям с бортиками. И я выложила начинку. Видите, начинки должно быть достаточно, чтобы было по самые бортики. Сейчас, в общем, защипну края. И готово. Можно ставить, отправляться в духовку. Ну вот, пирог я защипнула. Дырочку заделала. И теперь нужно обязательно проколоть вилкой тесто. Так, знаете, делайте побольше проколов, чтобы пирог дышал. Чтобы выпаривалась жидкость. Обязательно. Я, кстати, знаю такой же рецепт. Вместо пирога можно сделать с такой же начинкой лепешки. Как-нибудь я обязательно вам его покажу. Он еще намного проще. Делается быстро. И элементарно. Вот. Все. Я попрокалывала вилочкой тесто. И теперь ставим его в разогретую духовку до 200 градусов на где-то 40 минут. Но это зависит от духовки. У меня, скорее всего, будет печься полчаса. Также у меня есть такой небольшой лайфхак. Я разогреваю духовку всегда больше. До 220-230 градусов. И потом сразу убавляю до 200. Так духовка остывает. Она не разогревается. И пирог ваш становится румяным, но не подгорает. Все. Ставлю. И ждем минут 40, пока приготовится наш пирожок. Пирог уже почти готов. И я его смазала молочком. У меня овсяное. Можно взять любое молоко, либо крепкий чай. В общем, чем-то смазать, чтобы он был блестящий и румяный. Все. Пирог испекся. Будет остывать. Он сейчас очень горячий. Я его накрою полотенчиком. И он будет остывать. Видите, какой румяный он получился. И очень поднялся. Вот где мы протыкали вилочкой. Прям видно, как он еще от этого места поднялся хорошо. Так что выпекался он у меня где-то полчаса. Но это потому, что я сразу в противне пекла. Если в форме печь, то, скорее всего, будет чуть дольше. Ну и это зависит еще от духовки. В среднем где-то 30-40 минут выпекается такой пирог. Пирог постоял. И теперь я его уже разрезала. Видите, какой он в разрезе. Много-много начинки и достаточно тонкое тесто. Так это выглядит. И очень румяный и такой блестящий за счет того, что мы его смазали. Подавать его можно со свежими овощами, с каким-нибудь соусом, майонезом или сметаной. С чем вы больше любите. Вот еще один пирожок. Хочется показать вам на свет, как это выглядит. Очень и очень аппетитно. Так что всем, кто кушает приятного аппетита, повторяйте мой рецепт. Вы обязательно тоже полюбите такой пирог. Пока Саша монтировал влог, и делал там свои дела по работе. Пирожок, 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 пирожок. Приятного аппетита нам. И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Ой, я даже не знаю, с чем он, но точно вкусный. Подожди, не выключай, я тебе скажу с чапом. С ботвой и рисом. Чуть слюнями, но не закапал новую скатерть, когда узнал, в чем он. И даже, даже не до конца, еще не до конца осознавал. Потихонечку осознаю, как это будет вкусно. Это Саша, мой любимый начинка. Затмило мой разум. Я потянулся за майонезом, чтобы сделать соус. А тут у меня уже даже соус готов. Мы такой в Сочи едем, с собой. Ты волшебная жена. Та-дам. Та-дам. Пробую. Оно мне напоминает, знаешь что, шпинат. Да. Да? Я тоже хотела сказать, что похоже. По вкусу клада. Обожаю такое. Знаешь, что напоминает? Типа со вкусом борща. Свекольник. Типа со вкусом свекольника. Все буду есть. Куда красавица собралась? За конфетами. За конфетами? Неожиданно. В смысле? Я же так и сказала. Ну да. Так и сказала. Почему неожиданно? Не знаю, я не ожидал. Я думал, ты скажешь гулять. За конфетами. Да, гулять за конфетами. Красавица собралась за конфетами. Прогуляемся в магазин за конфетами, оказывается. Что нам надо? Шоколад. Шоколада. Уши замерзли. Вот это мы погуляли. Нормально. Мы погуляли. Сходили за шоколадками, попили чай. Саша еще съездил по делам. А потом опять пошли гулять. Вон, видите, нос красный. У меня ухи вообще отмерзли. Вот, потом еще пошли погулять. Погодка пригольная, но чуть-чуть как-то... Уши мерзнут. Ну, когда всело солнце, да. Вот. Давай, что ты там заготовила посмотреть? Блог монтировать. А, точно. Соседи тусят, и мы с ними. Еще рано их ругать, просто. Еще рано их ругать. Подождем еще часов. Потом потусим с ними и будем спать. Будем мы отдыхать. Тусовать и спать. Так что всем хорошего настроения, хорошего дня. Всем счастливо и всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok